И в продолжение темы. В Белокатайском районе возведут новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Инвестиции в проект оцениваются в 120 миллионов рублей. Решение о строительстве было принято на выездном совещании правительства республики. Новое здание заменит спортзал, которому более 20 лет. На сегодняшний день в нем занимаются почти 600 детей в возрасте от 6 до 18 лет по 9 видам спорта. Аварийное же здание снесут, а на его месте к 2024 году построят бассейн. Также делегация осмотрела Белокатайскую центральную районную больницу. По программе модернизации в поликлинике до конца года будет завершен капитальный ремонт. Отделение рассчитано на 150 посещений в смену. Кроме того, будет решаться вопрос о строительстве инфекционного отделения. В прошлом году в Белокатайском районе завершилась реконструкция водохранилища на реке Ик. Однако в проект не заложили очистку его ложа, в связи с чем пруд зарос кустарником. По поручению Радзи Хабирова в 2022 году эту работу необходимо провести, чтобы сделать объект местом отдыха для местных жителей и туристов. Мы осмотрели данный объект. Здесь необходимо еще выделение порядка 39 миллионов рублей. Для чего? Для того, чтобы расчистить ложа водохранилища. И здесь у нас появится прекрасное водохранилище объемом 1,2 млн кубометров воды. И будет точка притяжения для местных жителей. Ну и водоем использовать для пожаротушения. По итогам рабочей поездки премьер-министр правительства Андрей Назаров сформировал более десятка поручений руководителя министерств и ведомств. В частности, привести в порядок дороги, построить общежития для студентов, обеспечить населенные пункты интернетом.